Всем доброго утречка! С вами Одесситка из Швейцарии, и не зря сегодня со мной рождественская звезда. Несмотря на то, что еще ноябрь не закончился, в Швейцарии сегодня, в воскресенье, начинается первый адвент. И я сегодня буду делать Вайнахс Гештек, рождественский венок. Делать я это буду своими руками из подручного материала. Кому интересна эта тема, поехали вместе со мной. Ну а кто еще не подписался на мой канал, обязательно сделайте это прямо сейчас, так как каждый день я делюсь своей жизнью. Насыщенной, интересной, а главное позитивной. Ну что, начнем! За четыре недели до Рождества зажигают первую свечу адвента. Всего их четыре. Каждую неделю по воскресеньям зажигают новую свечку. То есть первую неделю горит одна свеча каждый раз, когда люди садятся за стол и кушают вместе. Во второе воскресенье вторая свеча уже загорается, уже две свечечки горит, потом три и потом четыре. Обычно они продаются большая, меньше, 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 но мы всегда покупаем одинаковые размеры и активно их используем. Я не люблю круглые венки, я буду делать прямоугольный гештег, поэтому будет интересно. Вечером придут детки и у нас сегодня фондю. Будет у вас еще один повод увидеть, как же правильно приготовить фондю. И готовить его будет, конечно же, коренной швейцарец Беат. Так что будет интересное воскресенье. Так, внимание, внимание. Значит, Беат мне только что принес нарезанных вот таких вот разных зеленых веточек. Есть и такая елочка, есть и такая с шишечками. Обычно я делала в своей подставочке. Это я обмотала специальной такой вот ленточкой. Она, видите, кованая идет рождественской. Но сейчас мне Беат принес свою. Стал из келлера, свою такую со звездочками. И здесь подставочки. В этом году у нас будет вот такая тема. Не нашел Беат других цветов. В прошлом году у меня была нежно-голубая. Свечки надо брать хорошие, чтобы они медленно горели. Естественно, сюда пойдут разные-разные такие вот украшения. Вот у нас есть еще снежинки, лампочки. Разные игрушечки маленькие. Главное продумать, в каком стиле вы хотите это сделать. Ну что, я сейчас на дно настригу вот этой вот плоской травки, чтобы забить пространство. А потом буду уже украшать. Посмотрим, что получится. Итак, дорогие, начинаем. Очумелые ручки. Я еще с прошлого года взяла вот такие вот травки. Орегано. Это все искусственные цветочки. Покупала это я все в депо. Очень жаль, что не могу вас повезти в этот магазин. Вы знаете, что у меня воскресенье выходной, когда все закрыто. Может быть, будет день, когда будет воскресенье открыто на Рождество. И я вас обязательно приведу в этот магазин депо, где все для декорирования дома. Вот в прошлом году купила вот такие вот цветочки. И я люблю комбинировать зелень, новогоднюю тену с цветами. Вот такие еще есть маленькие. И там же я купила вот такие вот красивейшие листики. И вот жемчуг я люблю добавить. Короче, посмотрим, что получится. Главное включить фантазию и не переживать. Все равно это делаем для себя. Поэтому в любом случае будет хорошо. И лучше, чем покупное. Значит, я обрезаю сейчас веточки, чтобы уложить дно. Но Абиат в это время разбирает свои рисунки, которые он рисовал сам. И я сделаю отдельным сюжетом про эту традицию. Покажу вам, как это все будет выглядеть, когда он закончит. Может, это тоже работы на целый день. Так что мы сегодня все предели. Занялись украшательством. У нас на улице идет меленький-меленький снежок. И уже ноль градусов. И с понедельника, с завтрашнего дня, обещают конкретное похолодание. Так что как раз надеемся, что скоро выпадет, как положено, снежок на Рождество. Какой Новый год? Рождество без снега. Значит, речь идет, естественно, о швейцарском Рождестве. Швейцарское Рождество. Католическое. Протестанты тоже, оказывается, празднуют в этот же день. Смотрите, какая красота. Прямо с шишечками. Вот так вот просто заполняем. Потом покажу вам, как это все будет выглядеть. Значит, здесь идет подставочка для четырех свечек. Можно использовать обычную вот такую вот дощечку. Либо вот такой вот ящичек. Даже самый невзрачный. Вы можете его потом красиво покрасить. Либо, как я, этой лентой красивой обернуть. В этом году решила использовать приспособление Беата. Значит, здесь у нас мы устанавливаем четыре свечки. Значит, в первое воскресенье сегодня мы зажигаем первую свечку. Следующее воскресенье будет уже две свечи гореть. Потом три. А потом все четыре. Вот такая вот у нас будет сегодня. Такая цветовая гамма. Потому что в прошлом году у нас было голубые. Нежно-нежно голубые свечи. Но, как говорится, что есть, исходим из того, что есть. Не капризничаем. Мне вообще грех обижаться. Потому что, пока я приезжаю домой с работы, уже все закрыто. Поэтому попросила Беата купить. Вот, что купил, то и есть. Перебирать харчами не будем. Значит, когда мы зелени уже на дно уложили, можем приступать к украшению. Например, цветочки добавить. Это мне очень нравится этот листик. Главное, все это внутрь попрятать. Чтобы не было видно, да? Каким образом. Не надо ничего клеить, не надо ничего связывать. Все абсолютно произвольно теперь выкладываем. Розочка. Кстати, ребята, сейчас время с утра проснулось. Зашла я почитать сообщение. И опять смеюсь целый день. Помните мой сюжет про фермера? Значит, выложила я этот сюжет уже, наверное, неделю назад. И, естественно, в Фейсбук я очень редко захожу. Короче говоря, захожу сейчас в Фейсбук, а там море приватных сообщений от разных-разных людей, в основном с Украины, такого содержания. А где это Швейцария? А куда ехать? Дайте фермы адрес. Как найти этого фермера? Хочу замуж за фермера. Хочу работать на ферме. Когда выезжать? Куда слать документы? Короче, я думаю, чтобы всем отвечать, у меня времени нет. Я настроила такой автоматический ответ, что если у вас после просмотра видеосюжета остались какие-то вопросы блогеру, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео. И, короче говоря, тут мне пишет один чудак. А я видео не смотрел. Мне так смешно стало. А зачем ты тогда мне пишешь приват? Ты что думаешь, что у меня действительно мне нечем в жизни заняться и тратить своё время и искать кому-то работу на фермах? Я бесплатно делюсь с вами информацией, которая может быть вам полезна. Когда вы сталкиваетесь с какими-то вакансиями по трудоустройству в Швейцарии, когда вам обещают какие-то несуществующие зарплаты, какие-то несуществующие условия работы. Для этого моё видео, чтобы вы ориентировались, да, где правда, а где развод. Но уже большими буквами потом написала. Я не трудоустраиваю на фермы в Швейцарии. Я не выдаю замуж за фермеров. У меня просто даже знакомых фермеров нет. Вот так попался, что клиент пришёл, фермер. Вот я его всё и расспросила. Как говорится, из первых уст, чтобы вам поделиться с вами такой полезной информацией. Так что, короче, видите, какие бывают смешные ситуации. Меня это так удивило. Люди без языка мечтают поехать на ферму и уверены, что здесь их ждут. Прямо вот они будут на расхват. Ну, опять-таки, не смотрят видео, не читают комментарии, зато ищут работу. И вот таким образом потом попадают в просаг. Присажут деньги за вакансию, дают им какой-то левый адрес, продают каких-то коров, скотов, приезжают в Швейцарию на последние деньги, а потом просят помощи в Фейсбуке, как уехать обратно. Нет денег на билет. Ну, куда это годится? Никуда. Поэтому повеселили вы меня с утра. Так, что еще? Мне, конечно, так непривычно, когда эти свечки стоят сверху. Обычно они у меня были утоплены в этой зелени. Но ничего. В этом году сделаем по-другому. Не всегда же одно и то же. У меня еще есть вот такие вот маленькие шишечки. То есть мы не будем делать только розовые. Розового уже достаточно. Добавим немножко золота сюда. И еще у меня есть такие вот крылышки ангела. И листик золотой. Самое главное, нужно смотреть, что хорошо укрепить эти свечки, чтобы они потом не перевернулись, не дай бог, и не образовался пожар. Вот еще такая звезда деревянная. Так, и еще у меня есть вот такой вот конек. Вернее, два. Я думаю, что здесь это будет их многовато. Сильно крупные. Так, вот этот еще красивенький. И книжечка. Прямо по-настоящему написаны истории рождественские. Классно. Тоже поставим ее сюда. Внутрь. Ну и вот такая вот красота у меня получилась. Рождественское настроение. А пока я делала рождественский гештег, вдруг, случайно, внезапно пошел снежок. Все как по заказу. Нравится вам? Кому нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Видите, пока я делала, пошел снежок. И припорошил все сахарной пудрой. Ну, а Беат тем временем разобрал свои картины. Посмотрите, какая красота. Я сделаю отдельным сюжетом, что же это за картины, почему они такие необычные на черном фоне, как он это сделал и для чего, что означает цифры на каждой картине. В Швейцарии первый адвент. И как? Все-таки решила мою подставочку украсить. Остались еще веточки. И я сделаю здесь свечи просто. Вот такие у меня есть красивейшие свечи в форме роз, как вы понимаете, от Розалин, мамы Беата, которая помешана на розах и имеет свой розовый сад. Кто не видел сюжет, может перейти по ссылочке в описании. У нее больше 500 сортов роз. И она мне подарила эти красивейшие свечи. И я сейчас просто эти свечи поставлю вместе с шишечками такими вот между ними и украшу шариками. Здесь у меня розовый уголок. Обычно сюда здесь стоят у нас розы. И отлично сочетаются эти розочки. Будет она гореть здесь. Она еще смотрится с такими вот маленькими ледяными цветочками. А как вы готовитесь к Рождеству? Украшайте квартирку? Ну, а мне быстренько еще надо было сделать тесто на торт. Угадайте, что я буду делать? И рубим дальше. А я сейчас жду опять наших деток на семейный ужин. Сегодня у нас фондю. Чуть позже я сниму отдельный сюжет, как Беат его готовит по всем правилам. А я обожаю накрывать на стол. Возьму сегодня такой праздничный лауфер, который идет у меня на центр стола. Фондю запивают белым вином. Также мы сейчас заварим свежий чай. А как вы любите фондю? С чаем или с вином? Хлеб для фондю должен быть немножко черствый, не свежий. Потому что он тогда останется в сыре и будет там плавать. Кто потерял хлеб в сыре, тот платит напитки. Для всего стола, если речь идет о ресторане. Некоторые ухищряются фондю макать. Кусочки картошки, кусочки ананаса, яблочко. Это уже на ваш вкус. А как вы любите есть фондю? Естественно, рождественская звезда у нас еще на столе. Сегодня мы зажжем первую свечку. И Беат уже приготовил яблочки, кто любит. Так, значит, я вам уже показывала. Можно купить такой набор. Стоит он от 25 до 50 франков. Самое главное, что как колонн должен быть из керамики. Тяжелый, потому что сначала он греется на плите. Потом нам понадобится жидкий гель, чтобы горела эта горелка. И идут еще набор каждому вот такие вилочки. Решила взять снеговиков, учитывая, что выпал сегодня первый снег. Беат категорически не хочет никакие другие варианты фондю. Сегодня у нас классическая версия. Только яблочко и хлеб. Вот так выглядит горючее. Такой жидкий гель. Оставили новую. Обязательно нужен подносик, потому что это все будет очень горячее. И зажигать мы это будем, когда уже все усядутся за стол, и фондю наша будет готова. Крышечка, чтобы закрыть, когда нам уже огонь не нужен. Видите, уже все очень гладенько, без комочков. Владюнчик, всем привет, скажи. Все соскучили за тобой. А Владик сейчас режет мелко лук. Первый раз такое вижу. Интересно. Прям мелко? Будешь туда добавлять? В общую? Нет. Дополнение придумал. Тогда ты делаешь пюре кирпичу, с красивым оранжевым кирпичем. И потом ты можешь это вместе с вами сделать. Это очень вкусно. Не так тяжело. Да. Можно добавить пюре из тыквы и подмешать уже в полуготовое фондю и будет прекрасный, красивый цвет. Подробный рецепт фондю сделаю отдельным сюжетом. Когда у нас уже фондю готово, только тогда мы поджигаем наш коколон. Яблочко кто хочет, тоже можно макать. Только нужна. Просто, чтобы туда выкладывать хлеб. Накалываем хлебушек. Тщательно-тщательно со дна соскрябываем. Наматываем. Вот такой вот консистенции должно быть. Оно еще загустеет, поэтому гуще не делайте. И что теперь Влад делает? Он посыпает лучком свежим. Украинец его. А ну-ка. Горячее. И целый кусочек ура. Вкусно? Ну да. Сейчас как раз против гриба. Отлично. Можно, кстати, еще соленья, кто любит. Значит, мы все соскрябываем до конца. И у нас остается поджаристая корочка. А теперь мы можем закрыть огонь. Мы накрываем и тушим. И вот на эту обжаренную корочку высыпаем остатки лука. Владимирчик, помогай. И выбиваем яичко. Короче, это из серии, чтобы продукты не пропадали. Выбили туда яичко, подождали, чтобы оно все затянулось, зажарилось. И тогда его легко поддеть и вместе с зажаристой сырной корочкой взять и доесть. Теперь мы поддеваем эту корочку. Украинская корочка? Нет, она тут же. Вау! Слушай, какая классная идея. И не надо ничего. Обычно мы замачивали, ждали, пока она отмочится. Посмотрите, какая красота. Скажи корочку. Корочка. И посмотрите сюда. Все, мы все отходы собрали. Пожалуйста. Вот вам лайффак от Беата. Посмотрите, сыра больше нет. Беат, молодец, да? Ну что, дорогие мои, вот и закончилось наше семейное воскресенье. Кошки уже украшены. Свечечку уже зажгли. Фондю поели. Спасибо большое, что досмотрели этот сюжет до конца. Спасибо, что интересуетесь нашей семьей, моими сюжетами. А мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня. Пока. Пока.